Всем доброго дня! Сегодня готовим ароматные куриные крылышки в духовке, а к ним живой соус из томатов. Вкусно, пальчики оближешь. Давайте готовить! Куриные крылышки моем, даем немного обсохнуть или можно промокнуть бумажным полотенцем. Отрезаем самую маленькую часть крыла и разрезаем на две фаланги. Для маринада возьмем одну чайную ложку с горкой сладкой паприки, одну треть чайной ложки сухого чеснока, соль и черный перец молотый по вкусу. Все перемешаем и хорошо натрем крылышки. Добавим одну-две столовых ложки соевого соуса и еще раз хорошо все перемешаем. Мясо накрываем и оставляем мариноваться на 1 час, а можно и больше. Мясо замариновалось, выкладываем на противень, смазанный растительным маслом, накрываем фольгой и ставим запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Пока мясо запекается, приготовим соус. Одну чайную ложку острой горчицы смешаем с одной чайной ложкой меда. Добавим одну столовую ложку соевого соуса и тщательно все размешаем. Прошло 20 минут. Достаем крылышки из духовки и смазываем каждый кусочек медовым соусом. Можно посыпать кунжутом. Затем противень с мясом возвращаем в духовку еще на 15 минут, чтобы крылышки полностью приготовились и приобрели золотистую корочку. Приготовим соус. В чашу блендера отправляем свежие помидоры. Добавляем мелко порубленную зелень укропа или любую другую зелень по вашему вкусу. Пропущенный через пресс чеснок солим, перчим по вкусу и взбиваем погружным блендером. Крылышки хорошо приготовились. Достаем из духовки. Очень ароматные, сочные, нежные получились крылышки. Горячими соусом подаем к столу. Приготовьте и вы попробуйте. Очень вкусно. А я желаю всем приятного аппетита. Спасибо, что готовили со мной. Подписывайтесь на наш канал. До встречи в новых видео.